Вопросы идеологии А перед этим разбирали вопрос политики Так что у нас есть вопросы политические, идеологические рассмотрены А еще раньше мы рассматривали вопрос об общественном бытии И когда мы рассматривали вопрос об общественном бытии Мы подчеркивали, что общественное бытие Вообще является определяющим в человеческой истории Правильно? Что определяющим в человеческой истории является производство и воспроизводство непосредственной жизни И вот мы должны этот же принцип теперь применить к тому, что мы уже рассмотрели И рассмотреть вопрос об общественно-экономических формациях Общественно-экономические формации Общественно-экономические формации Которая была ранее рассмотрена А именно, что надо исходить из того, что решающим моментом во всей человеческой истории Является производство и воспроизводство непосредственной жизни Поэтому надо не просто вот так сделать, как мы с вами сделали политику рассмотрели Идеологию рассмотрели Но мы ее рассмотрели в связи с классовой структурой общества Правильно? А классы, они принадлежат к бытию или к созданию? Вот вопрос о делении на классы Он к чему сводится? К выяснению положения людей в производстве Или к выяснению мнений, позиций, взглядов производства? Да? Деление на классы И это деление по положению в производстве То есть, вот мы уже усматриваем Что общественное бытие Через классы Через классы Влияет на Политику и идеологию На политику То есть, это не просто разные какие-то части, элементы, моменты Единого, целого А это вот уже зримое воплощение Этого принципа Примата Производства Которое состоит в том, что Общественное бытие Определяет И политику, и идеологию И тогда можно рассматривать Политику и идеологию Как некую надстройку Над общественным бытием Значит, если мы рассмотрим политику и идеологию Не отдельно, не изолировано А вместе с классами Да? Вместе с Общественным бытием С общественным производством То что мы видим тогда? Мы тогда увидим Внутреннюю структуру Общества Внутреннюю структуру Мы не все, так сказать, в этом обществе берем А мы берем главное вообще в обществе Которое можно увидеть Если начать исследовать любое общество В любое время Во-первых, надо рассмотреть производство Затем рассмотреть его Классовую структуру общества Рассмотреть политику и идеологию И тогда мы видим, что есть способ производства Это единство производительных сил И производственных отношений И есть политическая и идеологическая настройка Которые связаны между собой классами И вот такое понимание общества Как Или понимание внутренней структуры общества Внутреннего единства Политик, идеологии И экономической основы общества Выражается категория общественно-экономической формации То есть общественно-экономическая формация Это понимание общества Как способа производства На котором возвышается политическая и идеологическая надстройка Неправильным было бы понимать Что тем самым про общество все рассказано Если я рассказал, в какой формации мы живем Если все сказано про это общество Нет Правильно? Что за рамками остается Например, культура Она тут не присутствует в этом рассмотрении Мы еще ее не рассматриваем Нации тоже не рассматриваются То есть какова бы ни была история Культуры И какой бы нации ни относилось Это общество Решающими моментами в обществе Являются экономические базы Вместе с производительными силами То есть способ производства И политическая и идеологическая надстройка Поэтому если мы возьмем вот эту категорию Общественно-экономической формации То мы любое общество можем отнести К той или иной общественной экономической формации Чем определяется формация прежде всего? Ну прежде всего производством Правда? Раз прежде всего производством То в зависимости от того Какое производство является господствующим Разделяются различные способы производства А следовательно общественной экономической формации Сколько мы знаем формаций? Пять. Можно считать, что мы знаем первобытную общину и коммунизм, как формацию, в которой имеется первобытное коммунистическое производство, в том смысле, что оно основано на общественной собственности, но и на неразвитой основе, неразвитой производительной силы. В такой формации люди прожили порядка 90 тысяч лет. Больше всего жили при коммунизме, но по какому такому коммунизме ни разу. Затем идут три частно-собственнические формации – рабовладельческая, феодальная и капиталистическая формации. Можно их все, иногда их объединяют, или так можно их объединить, поскольку частная собственность везде лежит в основе, брать как одну формацию, частно-собственническую формацию. И вот происходит отрицание в ходе революции, и на место частно-собственнической формации приходит формация коммунистическая. Коммунистическая формация. Что касается социализма, такой формации отдельной, социалистической нет. Под социализмом понимается просто низшая фаза, низшая стадия коммунизма, низшая фаза или низшая стадия коммунистической, общественной, экономической формации. А что делает ее низшая фаза? Каков критерий отнесения к низшей фазе? Это такой коммунизм, который во всех отношениях, в экономическом, нравством и умственном, несет еще отпечаток того строя, из которого он вышел. То есть отпечаток капитализма. То есть если мы говорим социализм, это не праздничное должно быть, так сказать, возверждение такое, что, так сказать, вот у нас социализм. Социализм означает это еще коммунизм неразвитый, неполный, незрелый. И построить социализм состоит... Это значит решить только часть задачи, которая стоит перед рабочим классом. Но ликвидировали частную собственность и эксплуататорские классы. А классы еще не уничтожены. Как про красы сказать при социализме? Вот социализм... Ответьте, пожалуйста, мне на вопрос. Социализм классовое общество или бесклассовое? Контрольный вопрос. Контрольный вопрос. Кто так говорил? Кто говорит? Вы? Ну какое это? Классовое общество или бесклассовое? Классовое? Так, хорошо. Коммунизм какое общество? Классовое или бесклассовое? Бесклассовое. Значит, коммунизм... Здравствуйте. Это бесклассовое общество. Есть ли коммунизм? Это бесклассовое общество. Мы берем молодой коммунизм. Неравитый, неспелый, незрелый коммунизм. Только неспелое, незрелое бесклассовое общество – это что, классовое? Ерунда получается. Правда? То есть, если молодой человек или девушка – это кто такой? Это человек молодой. Так что, если человек молодой, так это уже не человек, а кошка, что ли, или лягушка? Как может быть, чтобы молодой человек не был бы человеком? Как может быть, чтобы молодой коммунизм не был бы коммунизмом? Поэтому люди толковые, умные и просвещенные нашли формулу, как говорить о социализме. И вот вы можете взять работу Ленина «Великий почин», где он говорит «Социализм есть уничтожение классов». Обычная формула, что такое социализм, она как бы предполагает связку «есть социализм и есть уничтожение классов». Это что значит? Это значит, что социализм и классы взяты как противоположности, правильно? А это что значит? Что либо социализм уничтожить классы и превратиться в полный коммунизм. А сейчас он не полный, потому что классы уничтожены только в части уничтожения эксплуатации, эксплуататорских классов. А неравенство между городом и деревней умственным и физическим трудом остается. А вот когда достигнуто полное уничтожение классов, тогда социализм перерастает в высшую фазу и превращается в полный коммунизм. Сказать, что в социализме есть уничтожение классов, это значит сказать, что социализм – противоположность классов общества. Смотрите, как сказано. В социализме есть уничтожение классов. А тут поначалу как высказать? Социализм классов общества не как противоположность классов общества, а как его продолжение. А как продолжение, тогда он должен быть бы фазой капитализма, а не фазой коммунизма. Правильно? Вот просьба это иметь в виду. И вот, следовательно, мы нашли такую категорию, которая увязывает, соединяет воедино и определяющее, и определяемое. И основа, и основанное. И основание, и основанное. Что является основанием в развитии общества, является производство непосредственной жизни, материальное производство, способ производства. А что является основанным? Политическая и логическая настройка. Иногда, вот вы можете читать в книжках, и наверняка встретите очень много рассуждений на тему о том, что существуют социальные отношения, экономические отношения, политические отношения. Это правильное высказывание? Можно так сказать, социальные и экономические отношения. А как правильно сказать? Ну, можно так сказать, это, по крайней мере, не будет ошибочно. А если я скажу, экономические и социальные отношения, это правильно? Почему, ну да? А если я скажу, яблоки и фрукты, это правильно будет? Нет. А если я скажу, клубника и ягоды, правильно будет? Нет, нельзя, потому что в клубника входит состав ягод. Экономические отношения, разве не социальные? Это же общественные отношения, в которые люди вступают, чтобы производить. Поэтому как можно считать, как можно считать, что экономические еще отношения не социальные? Поэтому такой фразой экономические и социальные отношения допускать нельзя. Но я думаю, что не ошибусь, если скажу, что в большинстве печатных произведений, сейчас издающихся, эта ошибка присутствует. Ну, там, где это затраивается тема. В большинстве. Причем это ошибка не экономическая, это ошибка логическая. То есть люди не понимают вообще соотношения общего и единичного. или частного. Но если я скажу, женщины и люди, это будет нормально, нет? Так женщины и другие люди, правильно? Можно так сказать? Вот так, пожалуйста, говорить. А если женщины и люди, что это такое? Это оскорбительное вообще высказывание. Можно на это ответить, сказать, мужчины и другие глупые люди. Так, ну вот, надо понимать, что тут никаких-то третьих отношений нету. Есть либо экономические отношения, либо и политические, и логические. И никаких других социальных, которые болтаются, так сказать, между тем и другим, просто нету. Но экономические отношения обширны, потому что в экономические отношения включаются и отношения производства, и отношения распределения, и отношения обмена, и отношения потребления. Правильно? В том числе и в семье, как распределяется все. Теперь, вот мы перечислили все формации. Можно сказать, что существует три формации вообще, чтобы показать, как идет развитие общества. Это первобытный коммунизм или коммунизм первоначальный. Потом отрицание коммунизма. Это формация, которая является частно-собственнической формацией, большая формация, куда входит рабовладение, феодализм и капитализм. И отрицание, отрицание. Всякое движение проходит в такие стадии. Первое утверждение. Отрицание. И отрицание, отрицание. Или вы встретили человека. Вот есть первые впечатления от него. Потом вы с ним ближе познакомились. Это отрицание этого первого впечатления. Правильно? То есть что-то вы узнали более глубокое о положительных, отрицательных качествах. Но познакомившись с этими качествами, все-таки вы должны составить представление свое об этом человеке. То есть вернуться уже от отрицания к бытию. Снова этот же человек. То есть взять его как отрицание, отрицание. И вот такое бытие, которое берется как отрицание, отрицание, вот это бытие более высокое. Такое, в котором отрицается то, что является несоответствующим этому бытию. Каждая формация, каждая формация, и в этом состоит ее бытие, она сохраняет себя и противодействует, и борется, прежде всего с помощью государства. Правда? С тем, что противоположно этой формации. И в экономике тоже. Так. И вот так все это красиво выглядит. Но вот есть всякие примеры, которые эту красоту портят. Например, возьмете вы Какие-нибудь восточные страны, в которых производится рис. И что мы там наблюдаем? Мы там наблюдаем, что возделывание риса является делом, в которое включено все общество. И государство, и монархи, которые являются вроде бы как паразитами, и являются представителем господства, еще классно занимаются этим производством риса. Пожалуйста. Почему? Кто-нибудь видел, как рис производится? Значит, а ну знаете, наверное, как производится рис. Слышали? Есть такое понятие, как рисовые чеки. Чека – это вот, так сказать, то, что у нас является грядкой. То это залитой водой площадка. И вот известный слой воды и рис сажают в эту самую воду. В землю, которая покрыта водой. И он только тогда и может произрастать, когда все время, все время этот рисовый чек накрыт водой. Ясно, что это требует определенной структуры земледелия. Если у вас будет песок, то вы его никогда водой не закроете, правильно? Если у вас почва чисто песчаная, значит, чтобы у вас могло произрастать что-то вроде риса, вам нужно, чтобы структура была такая, чтобы воду задерживала. Но абсолютно, если она будет задерживать воду, то у вас будет застойная вода, и рис там не рассе будет, тоже портится. Значит, это вода сменяемая. Значит, надо, чтобы вода все время подходила и уходила. То есть там какое-то количество глины должно быть для того, чтобы эту воду задерживать в почве. Но и не должно быть так много, чтобы она застаивалась. И нужно заниматься соответствующим строительством соответствующих ирригационных сооружений в масштабах всей страны. Чтобы вот эта пресная вода, не соленая с моря, а пресная вода приходила на все поля, и чтобы можно было везде высаживать рис. Я, поскольку был в Северной Корее в 92-м году, вот там не только это видел, но и знаю, например, такое интересное обстоятельство, что с целью меньшего отрыва руководителей партийных, руководителей КНДР Корейской Народно-Демократической Республики, то есть Корейской партии труда от народа, там каждый руководитель в течение месяца, в году должен отработать в какой-нибудь организации производственной или в промышленности и сельском хозяйстве на посту неосвобожденного секретаря партийной организации. А что такое неосвобожденный? Вот видите, рис будет сажать, и вы сажаете. Рис будет молотить, и вы будете молотить. И поэтому это, кстати, объясняет значительную крепость корейского государства, потому что такого явления мы нигде не знаем, и такого не было и в Советском Союзе. Один человек, вот только генеральный секретарь, освобожден от этой вот обязанности. Все остальные, а поскольку я там был как бы главой делегацией, и мы встречались с секретарем, с секретарем второй партии Кореи, нам сказали, что вы извините, что я вот раньше с вами встречаюсь, я уже с заводелами с вами еще не встречался, а я секретарь. Но дело в том, что я завтра ухожу в колхоз. На пост неосвобожденного секретаря, и он будет заниматься чем? А как сажают рис? Берут саженец и в воду его укореняют. В воду так вот сажают, вручную. То есть надо ходить в этой воде, и будут сажать, и так целый месяц с народом. А потом его будут обмолачивать, этот рис. И вот я могу вам рассказать такой интересный эпизод. Давайте теперь двери закроем. Эпизод был такой, что привезли нас в колхоз. Но поскольку мы иностранная была делегация, у нас хорошее место, хорошее помещение, где нам традиционно дали чай. Чай пьют в Корее один. Кристаллы Женьшеня насыпаются в чашечку и наливаются из термоса. И вот вам чай прекрасный. Который везде на всех приемах, и в посольстве, и вот при встречах непосредственно дают. И вот на стене большая картина, как Ким Ир Сен руководит на месте работы этого передового колхоза, где мы были. И вот округом такая вот погода, как сейчас, еще хуже. Дождик и грязь. И вот я начал говорить с руководством о том, что мы тут сидим. Но, наверное, когда Ким Ир Сен был, он же не тут сидел. Он же руководил на месте. Он же, наверное, ходил по полям, смотрел, помогал. Как он руководил на месте? Он же сидел вот тут в кабинете. Давайте мы тоже пойдем посмотрим, с народом поговорим. Они очень так, товарищи из Министерства иностранных дел, там у нас был представлен товарищ один от Министерства иностранных дел, а другой от руководства Трудовой партии Кореи. Они забеспокоились, да нет, говорят, там грязно, что? Я говорю, ну так, то вот товарищ Ким Ир Сен, он грязи не боялся и смело шел к народу. В общем, в результате этой пропаганды, которую я проводил, они решили выйти вместе с нами, и пришли мы туда, где обмолачивается старая такая ржавая молотилка, и там обмолачиваются снопы. В то время, значит, вот в Северной Корее все есть, 80% горы, только 20% пахотной земли, все минеральные вещества есть, кроме одного, нефти там нет, поэтому там вот с этим делом плохо и с горючим плохо. Но нас возили, как иностранцев, на Мерседесах, не маленьких Мерседесах, не больших. А вот обмолот, шел таким образом, молотилка старая и снопы. И снопы тоже мы видели, как вручную делают, собирают этот рис. Урожай риса в Корее самый высокий в мире. И потом, вот мы видим, как обмолачиваются эти снопы, снопы развязываются, обмолачивается зерно, а потом вдруг эти снопы собирают и опять складывают. Уже обмолоченные снова складывают. Мы спрашиваем, а зачем это делать? А это, говорит, мы в Японию отправим на экспорт. А японцы из-за рисовой соломы делают сыновки, тапки там разные и прочее. Вот, так что это, говорит, это очень важный предмет нашей внешней торговли. То есть Корея в Японию северная отправляет эту самую рисовую солому. Ну и нам стали рассказывать, как это все делается. И тут вот товарищи, которые с нами были, которые были в пиджачках, с значками, с портретами Ким Ир Сена, они поскидали свои пиджачки и стали, значит, показывать, как это делается, как обмолачивается. А поскольку они, видно было, что они явно работали, поскольку я вам рассказывал, что они, уже месяц-то они в году работают, и вот у них такой сразу завязался разговор, и, значит, товарищ, который из ЦК Трудовой партии Кореи нас сопровождал, значит, лихо хватал эти снопы, развязывал, обмолачивал, завязывал, клал и показывал, как надо работать. Всем этим стал показывать. Все там, значит, заговорили, да еще у них мыли рты, завязаны от того, что всякая пыль рисовая, чтобы им было. Вот, значит, они все сразу как-то так, они все напряженно воспринимали эту делегацию, неизвестно что, неизвестно что будет. А тут, значит, сразу надолбился контакт, они между собой стали разговаривать. Что они говорили, я не знаю, поскольку я знаю только одно корейское слово. Здравствуйте. Алина Хатимняка. И вот, так сказать, мы приветствуем, сразу с нами начинают разговаривать, но дальше я продолжить не могу беседу. Вот это, так сказать, что мы могли наблюдать. И люди, которые изучали производство в этих странах, задумывались, как это назвать. Вот это вот назвали, это азиатский способ производства. То, что делается, то, что было при феодализме на Востоке. При феодализме на Востоке. Азиатский способ производства. То есть государство, которое обычно феодальное, никогда не занимается никаким производством. Правильно? Собрались данные с помещиков, помещики должны собрать данные с крестьян. И все. А тут государство, мандарины какие-нибудь, китайские или корейские, они должны заниматься этим делом. Заниматься хозяйством. Вот это и называется азиатский способ производства. Но это особенность, связанная с возделыванием одной культуры такой. Поскольку мы, если бы уже с вами изучали определяющую роль производства непосредственной жизни, мы знаем, где любят рис больше всего, там, где он растет. А где любят ржаной хлеб, где? На севере, там, где рожь растет. А на Украине любят ржаной хлеб? Нет, он там не растет. Поэтому, если вот вы будете брать, где что любят, а если вы поедете в Казахстан, вот мы были на стройке студенческой, я был командиром отряда в Кокчегтавской области. Строили там школу. Ну, там белый хлеб, очень вкусный, но с борщом надо было его есть, и вот нам это портило аппетит. Потому что борщ такой вкусный, и свежего баранчика зарезали. Все, только черного хлеба нет. А почему черный хлеб мылёк? Потому что он здесь растет. Так. Поэтому вот некоторые, как всегда бывает, когда начинается классификация, в том числе и классификация по отнесению страны к какой-то формации, тут могут быть какие-то препятствия. Ну, вот анализ показывает, что это всё равно феодальная формация, но с особенностями. Страна, в которой имеется возделывание риса, она относится к такому азиатскому способу производства. Но это такая специфическая форма феодального производства. Поэтому этот мандарин, он как бы барин всех бар. Так. Ещё один вопрос, который долго не вставал в нашей литературе, до последнего времени. И вот в связи с изучением этого вопроса общественно-экономической формации, вот я такой доклад делал у себя в институте, и в этом прошлом году опубликовал специальную статью, посвящённую критерию отнесения формации страны к той или иной формации. По какому критерию узнать, к какой формации относится эта страна? Ну вот в таком варианте, когда есть сложившийся способ производства, сложившаяся надстройка уже соответствующая этому способу производства, тут всё понятно. Если есть буржуазный способ производства, буржуазная политическая надстройка, буржуазное государство и буржуазная идеология господствует, это какая формация? Буржуазная, капиталистическая. Если есть феодальное производство, Есть помещики феодалы, есть крепостные крестьяне, есть соответствующая классовая структура, и при этом есть феодальная настройка, монархия существует, царь или король, это феодальная формация и так далее. Если рабочий класс, у власти экономика социалистическая, это коммунистическая формация. А вот когда совершается переход страны от одной формации к другой, когда и как ее, к чему относить, вот первый вопрос, который у нас встает в России. В России в конце 19 века экономика какой была? Экономика России в конце 19 века, какой была она, феодальной или капиталистической? Я обращаю внимание, что я спрашиваю не про Японию и не про Эстонию, а про Россию. Вы, как товарищи, которые должны с народом разговаривать, про Россию должны знать хорошо, потому что могут спросить, а как у вас в России? А мы не можем сказать с вами, что мы не знаем, как у нас в России. Отстаньте от нас, не задавайте таких вопросов, давайте мы вам расскажем что-нибудь другое. То есть мы должны на такие вопросы отвечать. А выбор здесь такой, или феодальная экономика, или буржуазная. Какая была экономика России в конце 19 века? Феодальный. А? Феодальный. Феодальный вы считаете? Переход. Переход. Куда переход? Начало перехода или завершение перехода? Ну, наверное, начало. Начало перехода, а вы как считаете? Завершение. Завершение перехода. А вы как считаете? Так и вы так считаете, вы меня не видите, и чтобы меня не видеть, даже углубились в тени. Какая экономика была в конце 19 века в России? Значит, это вопрос, на самом деле, такой в литературе очень широко освещенный и публичный. Почему? Потому что в России господствовали народнические теории в это время. Народники, знаете, кто такие? Народники – это люди, которые шли просвещать народ и были убеждены в том, что Россия не пойдет тем путем, по которым пошла Европа. То есть она не пойдет по буржуалному пути, а опираясь на общину, создав свой особый строй. Так? Вот это народники. И народнические течения или движения были очень сильны. И ничего, конечно, плохого не было в том, что образованные люди шли в народ, то есть в крестьяне, и так просвещали этот счет. Но просвещали они таким образом, что, я сказать, они говорили, что мы вот, вот вам будущее грядет такое, что не будет этого капитализма ужасного, который во всех странах других на Западе развивается. Ну, очень многие серьезные люди считали, что это, вот, так сказать, особая судьба России, что она избежит этой участи быть капиталистической страной. Это сейчас мы уже видим, что во всем мире капитализм, там, где нет социализма или социалистической страны. А тогда, вот, казалось, что где-то капитализм есть, а где-то он туда и не придет вообще. У Ленина была такая работа по поводу так называемого вопроса о рынках, где он специально рассматривал вопрос, а есть ли рынок, свой рынок для развития капитализма в России. И он в этой маленькой работе убедительно доказал, что, да, действительно, рынок есть, но маленькими работами, маленькой одной статьей огромный пласт идеологически не пробьешь и не повернешь общественное мнение. Поэтому, когда у Ленина сложились подходящие обстоятельства, а именно для такой работы, фундаментальной работы над этой проблемой, над тем вопросом, который я вам задал, вот, вот, он, а это было тогда, когда он по делу Союза борьбы за освобождение рабочего класса отсидел год в тюрьме, здесь, и был сослан в Шушенское, в Сибирь, на поселение, на три года. Ну, вот, Ленин это рассматривал как прекрасное обстоятельство для того, чтобы такую работу провести фундаментальную, а именно, он просил своих родственников, всех знакомых, чтобы они присылали ему литературу, и ему прислали литературу, которой освещалось состояние хозяйственной жизни по данным переписей, особенно земских переписей. А переписи были такими прекрасными, и статистика была такая хорошая, что вся картина того, что происходит в хозяйственной жизни, была полностью раскрыта. Осталось только ее проанализировать. Ну, Ленин, поскольку он следил, так сказать, за движением общества, он даже, когда ему газеты присылали, там, ему пришлют раз в месяц газеты, он начинает читать, вот, каждый день одну газету, за запоздание на месяц. Ну, вот, первый, там, на десятое число, потом за одиннадцатый, потом за девнадцатый. Хочется посмотреть, хотя его товарищи начинали со свежих новостей. А вот Ленину было важно понять, как эти новости развивались, во что выходили. Ну, поскольку он был все-таки дворянин, с шестнадцати лет папа у него получил дворянство, и Ленин стал дворяном, его приплачивали как дворянину во время его ссылки, то есть он был в лучшем положении. Это тоже способствовало ему успеху занятия. Он, как бы, грант получил и находился в докторантуре. И вот он написал там «Развитие капитализма в России». Вот такое фундаментальное произведение, которое составило теперь третий том полного собрания сочинений. Вот, книга скучная, я сразу предупреждаю. Скучная причем, цифры, 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 данные, сколько лошадей, сколько коров, сколько работников, какая зарплата, какая в городе, какая у крестьянок, какая у бедняков, какая у середняков, сколько уезжает в город, сколько остается, какие культуры высевают, какие, так сказать, не высевают и так далее. Очень подробная картина всей хозяйственной жизни в основном села. Потому что то, что в городе уже были фабрики, это было всем понятно, что там капиталистическое производство уже развивается, но, дескать, мы-то крестьянская Россия, крестьянская страна. Весь спор был вокруг судьбы крестьянства российского и села. И вот в этом селе на огромном массиве данных Ленин показал, что у нас крестьянства в том понимании, в каком оно было, уже нет в конце XIX века. Я хочу вам сказать, что наш опрос показал, что вы оказались тут правы. И можно сказать, что Ленин обосновал вашу позицию, вам осталось только теперь листать. Больше никто не... Вы выиграли, если бы у меня был приз, я бы его дал. Но я это учусь на экзамене. И вот, что на месте крестьянства? Крестьянин, основная масса крестьян уже работала на рынок. То есть она продавала продукты своего труда. И вела производство не для своего прокормления, а для того, чтобы вынести товар, то есть зерно и технические культуры на рынок, продать их и, так сказать, на выручные деньги купить то, что им нужно. Поэтому, а мелкий хозяйчик, работающий на рынок, это классическое определение мелкого буржуа. Вот если вы хотите это запомнить навсегда, то можно это записать что-то. Мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Это не маленький буржуй, а именно мелкий буржуа – это такой класс. И состоит из таких людей, которые, с одной стороны, имеют свои средства производства, сами работают, сами, или, как сейчас бы сказали, ведут свое дело. А с другой стороны, они ведут свое дело не для того, чтобы самим потреблять, а для продажи на рынке, выносят на рынок. И вот мелкий хозяйчик, работающий на рынок, – это классическое определение мелкого буржуа. Основная масса крестьянства – было ли мелким буржуа. Это средний крестьянин. То есть средний крестьянин – это мелкий буржуа. И это убедительно доказано на огромном массиве данных, которые исследовал Ленин. Ниже, если смотреть, – это люди, которые имеют мало земли, потому что они вынуждены были или продать, или дать в аренду, потому что у них нет сил обрабатывать. Это полупролетария. И, наконец, полюс. Люди просто наемными работниками сельскохозяйственными являются. Как называется наемный работник, который идет и нанимается к сельскохозяйственному буржуа? Батрак. Видите, это тоже ваш вклад. Батраки. То есть сельскохозяйственный пролетариат – это батраки. Батраки. Уже сформировался целый класс батраков в России. На одном полюсе, а на другом полюсе – сельскохозяйственная буржуа. Как называется сельскохозяйственная буржуа? Так, кто еще не выиграл лотерею? Кулаки. И вы вот видите, уже трое выиграли у нас лотереи. Остались двое, только не выиграли. Но ничего, вы не расстраивайтесь. Еще будут у нас вопросы. Так, кулак. Значит, кулак, я хочу сказать, что это вот, то, что вы знаете, это очень хорошо, потому что некоторые деятели это не знают. Думают, что вот, ну скажем, как было у нас, ведь было много нарушений, направили двадцатитысячников колхозы создавать. И поехали вот там, взяли всю группу направить, только один знает, кто такой кулак. А все остальные увидели, что у него две коровы. Или три коня, или мельница. И они вместо того, чтобы подумать, если вот они живут чужим трудом или своим трудом, посчитать и проанализировать, они думают, раз, значит, зажиточные живут, значит, кулаки. А какое определение кулака? Это сельскохозяйственная буржуа. А кто такой сельскохозяйственная буржуа? Вот, скажем, если я вот вас нанимаю на работу весной, и прихожу и говорю, а вы можете мне помочь спахать мою, скопать огород? Я вас нанял, нанял? Кто я? А? Почему буржуа? Ну, я заинтересно, в кафе я буржуа. Я ее весной нанял, она два дня поработала, помогла мне вскопать. А дальше я целое лето мучаюсь с этим самым, все выращиваю и так далее. А осенью она меня позвала, говорит, Михаил Васильевич, мне там надо яблоки срезти. Вот. И она будет корзинку держать, а я буду трясти, избивать. И, так сказать, я помог ее брать. Кто на кого нанял? Она меня наняла. И в деревне друг друга нанимают постоянно. Мне нужно дом было строить, так сказать. Я пока бревна обтесывал, это ладно. А когда надо было их поставить, этот дом, в одиночку же не поставишь. Значит, надо, вот, может быть, я сразу троих нанял и расплатился с ними. Критерий буржуа. Это что такое? Что такое буржуа? Кто такой буржуа? Скорее всего, человек, который постоянно использует на него. Который живет за счет чужого труда. То есть для которого характерно превышение чужого, присвоение чужого неоплаченного труда. То есть он сам может работать. Все кулаки сами тоже работают. Или есть такие кулаки, которые не работают? Нет таких кулаков. Но для них характерно, что большую часть богатства своего, большую часть дохода он получает не от своего труда, а от труда? Батраков. Батраков. Вот что важно понять. То есть не в том, что нанимают. Да все друг друга нанимают там. Кто, кого, когда, что. Это своего рода своему выручку, да? А с другой стороны, а вот кто в основном живет за счет чужого труда? То есть если у нас, допустим, семья, 8 здоровых парней, были маленькие дети, а теперь, значит, они уже взрослые, отец работает, дети его работают. Они достаточно зарядочно живут, у них есть, может быть, и два коня, и три коровы, а может быть, и мельница. Но они нанимают трех человек. Восемь человек работает, трех нанимают. Сколько у них богатства за счет своего труда, а сколько за счет наемного? В основном за счет своего, правильно? Поэтому их нельзя отнести к кулакам. Хотя они присваивают и чужой неоплаченный труд тоже. Но это не является главной их характеристикой, не является их определением, а это является их моментом их деятельности. А как только это становится главным, и почему люди вот не понимают, как это происходит. Был крестьянин, был крестьянин, трудится, по-прежнему все лучше, лучше теперь его объявили кулаком. Для него его объявили, он превратился в кулака, прежде чем его объявили. А некоторые люди вот объявили бы, раньше вот у нас сидят хорошие люди, и объявили бы кулаком того, кто кулаком не является, на том основании, что он кого-то нанял. Вот она меня наняла, вас ее в кулака записали, в кулаки. Меня в кулаки тоже записали. А поскольку время было суровое, нас в Сибирь. Вот мы там и беседуем, что никакие мы не кулаки, поехали мы там трудиться. Поднимать Сибирь. А вас послали выше-выше. Вы пошли выше-выше-выше. А кто мы тогда? А кто мы тогда? Мы как были паралитарии, так и остаемся. Мы были мелкие буржуа, а стали мы паралитариями. Может быть мы знали снова мелкие буржуа, то есть начали нам, да, выделили нам землю в Сибири, мы начали ее возделывать и так же продавать продукцию своего хозяйства. Кто мы тогда с вами? Мелкие буржуа. А если я разорился и пошел к вам работать, а вы разбогатели, то может получиться, что вы стали кулаком, а я стал батраком. Это может быть. Но там сильно не разбогатяешь в Сибири. Поэтому это там не очень быстро продвигалось. Значит, больше это просто превращались в мелкие буржуа. Или даже в патриархальное хозяйство. Когда вы никуда на рынок ничего не выносите, сами производите картошку, огурцы, свинину и сами употребляете. И коровы у вас есть. И все. И живете. Ну, иногда вы там что-то эпизодически отнесете на рынок и купите спички, соль. Что вам еще надо? Что вам еще надо? Позвоночное масло. Все. Больше ничего вам не надо. А если нет масла, поджарите на свинине, на святом сале. Тоже ничего плохого не будет. Куры есть. Яйца есть. Шметана есть своя. Творог есть. Сливки есть. Все есть. Масло сбили. Так вот. Не видели, как масло сбиваете? Ну, не так, как на заводе. Сбивали. Вы сбивали масло? Да. Как, бутылочкой? Нет. А как? Я руками сбивала и в баках. Из сливок, да? Ну, да. Ну. Такое. Это есть по этому поводу. Бактить как-то так называется. Я не помню сейчас. Да. Ну, есть по этому поводу. Такая сказочка про двух лягушек. Как две лягушки попали. В погреб добрались и попали в кувшин. Со сливками. Ну, и не выбраться им никак, потому что они прыгнуть-то прыгнули, попали туда. И плавать-то они могут в этих сливках. Но выбраться никак не могут. И вот они даже присесть не могут удержаться. Потому что гол стенки этого кувшина. И они вот барахтаются и барахтаются. Одна решила, что я буду барахтаться. Сложила лапки и пошла на дно. А вторая говорит, буду барахтаться, пока силы есть. И барахтаться, и барахтаться. Когда уже совсем оставляли силы, вдруг она раз. И почувствовала под ногами что-то твердое. А в чем дело? Масло сбилось. А напрыг из этого самого. Ну, и вот это вот такая сказочка интересная. И сказка «Быль». Она очень полезная для студентов. Никогда не нужно отчаиваться. Не получается, не получается, не получается. Вот не получается, а вдруг масло сбилось. Поэтому мы еще не знаем, что может быть. Поэтому отчаиваться раньше времени не стоит. Вот, надо обрецебиться в этом смысле до конца. Это в жизни пригодится. Это очень хорошая, так сказать, сказка. Ну, вот мы с вами, значит, теперь уже точно можем сказать, что опираясь на эти данные, которые Ленин собрал, и он их издал книгой, которая называлась «Развитие капитализма в России». Ну, вот как Марс пишет книгу при капитализме про капитал. Почему ее не напечатать? При капитализме книгу «Капитал» можно же напечатать? Он же написал книгу «Коммунизм». Он написал книгу «Капитализм». Да? Или Ленин написал книгу «Развитие капитализма в России». Но поскольку он уже сильный был, на всякий случай он ее приписал в Эльин. Это что означает? Владимир Ильич. Ну, это обычный такой упрощенный псевдоним, который берется по имени родителей отца. И все. Вот у меня бывают ситуации, когда я как главный редактор газеты, ну, вот мне нужно две или три статьи даже написать в газете, но нельзя же в серии подписывать «Попов, Попов, что у вас вообще там происходит в газете?» Один, я сразу одну подписываю, ну, одну подписываю, кто я есть. Второе – Михаил Васильев. Третье – Василий Михайлов. И все. И нет проблем. И все разные люди. Видно, что люди разные. Стиль разный, все разный. Вот. Так что. Так что вот такие дела. Итак. Значит, выяснилось, что в России капитально. Как только эта книга вышла, фундаментальная такая книга, и даже тот обстоятельство, что она даже не столько, ну, такие там яркие мысли, сколько они очень задокументированы все и подтверждены фактами, что всякая дискуссия на теме о том, что, вот, дескать, вот, Россия пойдет своим путем, сразу прекратились практически. Почему? Ну, потому что было показано, вот то, что здесь было сказано, что уже завершилось развитие капитализма. Капитализм пришел в деревню, и является вся деревня уже капиталистическая. И больше нечего рассуждать про этот особый путь, потому что она уже вовсю идет по дороге капитализма, и все время люди уходят из деревни в город. А кто уходит туда? Те бытроки, которые не могут, там, скажем, заработать здесь, зарабатывают в городе больше. И в городах рабочие, как показано Лениным, они получают больше, чем мелкие буржа, которые имеют свой участок земли, они сами работают на этом участке земли, и проголодь живут. А поехали они в город, и там получают доход больше, чем они, вот, продадут это зерно, а уже перекупщики появились, и доход не получат. Короче говоря, Россия капиталистическая. Спрашивается теперь вопрос к вам. Какая формация была в России в конце 19 века? Вот у вас есть возможность. Капиталистическая. Капиталистическая, не попали. А когда революция была буржуазная в России? Революция? В 1905 году. Да ладно. В 1905 году. Это не удавшаяся революция. Когда удавшаяся буржуазная революция? В 17. Когда в 17-м году? В 17-м году две революции были. Февральская. В февральской революции. Февральская революция. Вот, февральская революция. Значит, если февральская революция, значит, еще революция не состоялась, какая ли формация? Значит, пока не состоялась революция, какая была формация? Феодальная. Феодальная. формация, а экономика уже капиталистическая, буржуазная. Что и не хватает для того, чтобы получилось? Не хватает второго, чтобы вот надстройка уже пришла в соответствие с базисом. Вот когда она придет в соответствие с базисом, вот тогда и будет соответствующая формация буржуазная. А пока еще нет соответствия, то не так. Значит, что получилось в итоге? Когда освободили крестьян, то вроде бы класс этот помещиков перестал быть таким. А каким он стал? Получился класс землевладельцев, паразитов, которые имели огромное количество земли, и для того, чтобы крестьянин мог работать, ему нужно было опять идти к этому бывшему хозяину и просить дать разрешить на его земле поработать, потому что ему отрезали так, что ему не прокормиться на оставшейся земле. Ну а раз так, то разница в том, что он уже не на барщине был, а просто как арендатор работал на этой земле за деньги. То есть на деньги он никакие не платил, а просто ему разрешали на этой же земле возделывать свои какие-то продукты. И этот класс потерял свое господство, класс землевладельцев, да? Феод вообще, феодализм от слова феод, а феод этот надел земли. Феодалы потеряли свое господство в России в феврале 17-го года. Значит, был такой период перехода от феодализма к капитализму, когда уже экономика была феодальной, экономика уже была буржуазной, а формация еще была феодальной. Значит, по какому критерию мы судим принадлежности? Потому какой класс стоял у власти? У власти стояли по-прежнему феодалы. Вот феодалы потеряли эту власть только в феврале 17-го года. Как только они потеряли, вот тогда в России быстро выцарился такой нормальный капиталистический строй, в том смысле, что экономика капиталистическая, способ производства буржуазный, надстройка политическая буржуазная, буржуазное государство, дума. Так? И идеология тоже буржуазная господствует. Так? Поэтому все стало хорошо. И вот так хорошо с буржуазной точки зрения было только до... какого периода? До октябрьской революции 17-го года, пролетарской. Вот посмотрите, как интересно получилось в России. Если во Франции после буржуазной революции потом откат снова был к феодализму, контрреволюция феодальная, а в России за буржуазной революцией через несколько месяцев последовала революция пролетарская. Это говорит о том, в частности, насколько уже вызрел капитализм. У нас даже монополии были уже в промышленности, про мед, про дуголь в России. Ну и вот в 17-м году, в октябре, рабочий класс установил свою власть. Настройка стала какой? Социалистической. Власть рабочего класса, диктатура пролетариата, советская власть. Это политическая настройка, социалистическая. А экономика какая была? Какая экономика была в России в декабре 17-го года? Капиталистическая или социалистическая? Какая экономика была в России в декабре 17-го года? Аттракцион. Ну, какая политика была понятна, да? Власти рабочий класс, диктатура пролетариата, власть социалистическая, а экономика? Что в экономике происходило в это время, в декабре 17-го? Я ноябрь пропускаю намеренно, в декабрь беру, в декабре. Не было национализации. Не было национализации в декабре. Неправда ваша. Не было в декабре национализации, ничего не происходило в национализации. Национализация прошла в январе 18-го года. А что в экономике было? Вопрос простой. Что было, то и было. Как был капитализм, так и остался. Ничего в капитализме. Ну, сидят люди другие в Петрограде. Власть другая сменила. И что? Что от этого? В экономике ничего не поменялось. А что вообще хоть заметного в экономике было? Ну, заметное было, что был декрет о рабочем контроле. То есть вот рядом с капиталистом мог стоять представитель государства и контролировать. Контролировать без права останавливать распоряжения капиталистов. Без права останавливать. А как он может останавливать какие-то распоряжения? И вот как я буду вас контролировать, если я ничего не понимаю в том, как надо писать? Я ничего не понимаю в том, как надо. Я сижу и смотрю, как вы пишете. И каждый день так сижу и смотрю. А вы все пишете. Я все смотрю. И вот если я внимательно смотрю, то, может, я за пару месяцев чему-то и научусь. А если я не смотрю, то я ничему не научусь. Что, рабочий класс пришел, умеющий управлять, готовый к управлению? Нет. Поэтому не надо задаваться, как говорил Ленин, надо понимать, что он к делу управления не обучен. Поэтому должен быть, как пройти период определенный. Какой? Вот этот период рабочего контроля. Чтобы контролировать, надо иметь власть. Некоторые люди думают, что рабочие могут контролировать производство при капитализме. Ленин просто смехотворным считал эти заявления. Как вы будете контролировать, если у вас власти нет? Вот можете контролировать, как я провожу у вас экзамен? Контролируйте. А кто власть имеет на экзамен? Ну, кто экзаменатор, того и власть. Некоторые думают, ничего, мы потом напишем куда-нибудь и комиссию соберут. Ну, комиссия, да кто вы? Это ваши друзья пойдут в комиссию или мои друзья в комиссию? Я немножко утрирую, но надо просто понимать реальную, так сказать, ситуацию. Они скажут, почему, Михаил Васильевич, у вас такой либерализм вы развили? Да у вас некоторые не ходили на занятия, на вопросы, отвечали нефопад. Вы давно должны были написать заявление ректору об их исключении. А вы дотянули до экзамена. Вот только так может получиться. Поэтому никакой без власти, никакого контроля не может быть. А власть, когда есть, управление еще не может быть просто так. А экономика не такая вещь, которой можно управлять. Зачем нужен был контроль? Контроль нужен был за тем, чтобы те средства производства, которые надо будет национализировать, еще надо будет только к ней готовиться к национализации. Если вы национализируете, вам же нужно будет управлять. А возьмут эти, и от каждого станка открутят какую-то важную деталь, выбросят в фонтанку или в него. И все. Вот ваша национализация. И ничего у вас не работает. Так вы должны знать, чтобы сделать так, чтобы ничего не открутили, не выбросили. Поэтому к национализации надо долго еще подходить. И вот весь этот период, когда национализации еще не было. А когда национализацию провели, началось, вот только тогда началось строительство социализма. Уже как в экономике. А так оно только в политике было, настройку затронуло. Когда настройка была социалистической, а базис и способ производства, на котором базировалась настройка, буржуазная, какая была формация? Какой формации отнести Россию в декабре 1917 года? Пожалуйста. Экономика буржуазная, политика социалистическая. Какой формации отнести? Государство социалистическое, диктатуру пролетариата. Какой формации? Вот этот вопрос, на самом деле, непростой. И на него, надо сказать, что вот так вот прямо и не написано. Как говорится, можно ругать классиков и критиковать. Почему они так писали, что нам все не разживали? Вот, что вы так пишете, и почему вы этого не сделали? Я вот в прошлом году специально вот издал статью в Вестнике Ленинградского университета в 17-м номере, где, ну, наша философия, культурология там и другие специальности, где вот сформулировал критерии деления на формации. Критерий деления один. Какой класс стоит у власти? То есть, класс стоит у власти уже рабочий. А понятие класса – это экономическое понятие или политическое? Какое? Мы по какому принципу выделяли класс? Экономическое. То есть, кажется, что это мы вообще игнорируем экономику. На самом деле мы экономику не игнорируем. Мы берем как раз тот класс, который связывает, соединяет экономику и политику. Так? Потому что если у власти стоит тот класс, а сила класса чем определяется? Его положение в экономике, в том числе в буржуазной экономике. Кто организовывает вообще рабочий класс? Кто его просвещает? Кто его концентрирует в городах, на заводах? Кто? Буржуазия. Капитализм. Поэтому рабочий класс отрицает экономику капитализма в капиталистической же экономике. Поэтому он, этот класс, имеет такие интересы, которые у него не поменяются. Ну, вот он завоюет власть, что экономические интересы у него не поменяются. У других классов поменяются. А у рабочего класса они, как были интересами уничтожения классов, да, полного уничтожения классов, так они останутся такими интересами. И в этом будет не в роли. Поэтому критерием отнесения государства или общества к какой-нибудь страны, страны к какой-нибудь формации является то, какой класс стоит у власти. Пока у власти стоит этот класс, это вот этого класса и формация. Если феодальность, феодальность стоит у власти, феодальная формация, хотя уже в экономике во всё идёт. И по-разному это может идти. Например, строительство капитализма начинается в недрах феодализма, а строительство социализма только после политической революции. То есть по-разному складываются вот эти переходы, эти изменения. А критерий один – какой класс стоит у власти. Если у власти стоит рабочий класс, то значит формация какая? Есть рабочий класс? Да. Какая? А нет, коммунистическая. Коммунистическая формация. Хотя бы это в формации, только ещё в процессе становления. Да? Только вот идёт становление. А если рабочий класс не стоит у власти, какая формация? Если ещё классы полностью не уничтожены. А рабочий класс не стоит у власти не потому, что его нет, а он есть, а в власти не стоит. Какая формация? А? Социалистическая. Какая? Капиталистическая, да? Нет? Социалист. Вот рабочий класс вот стоял, стоял у власти, был социализм, да, а в том раз и не стоит у власти. Какая формация? Капиталистическая. Да у нас это и произошло в России. В один пункт мы увидели это. Когда мы это увидели? Мы это увидели не сразу. А многие думают, что вот этот переход капиталист прошёл в 91-м году. А когда он прошёл на самом деле? Когда диктатуру патриарта, положение, а диктатуру патриарта выбросили из программы партии. На каком съезде? На 22-м съезде в 1961-м году. Вот вы какого года рождения? В 97-го. Вы даже, у вас и вещей не было, а уже выбросили диктатуру патриарта. Вам не удалось при ней пожить. Вот мне удалось пожить при диктатуре патриарта, при диктатуре патриарта. Я был и при коммунизме, и при социализме. Мне вам рассказывать, могу хоть и собственного опыта, и то, и другое, и пятое, и десятое. Сейчас расскажу. Так вот, что произошло на 22-м съезде. На 22-м съезде, но это мы не были, но мы теоретически с вами осознаём, что если рабочий класс потерял власть по какой-либо причине, то это будет уже формация не коммунистическая. И никакой это не социализм. И поэтому он... Хотя сначала не ясно, а кто же тогда буржуазия? Кто тогда буржуазия, если он уже не у власти, а кто тогда у власти? Значит, есть у Ленина такое положение, очень резкое. И вот такие резкие положения я собрал в целую отдельную книгу, она называется «Главное в ленинизме». Вот если вы зайдёте на сайт фонда Рабочей Академии, там на «Главное» висит такая книжечка «Главное в ленинизме». Я вот 30 лет мы её готовили. Для того, чтобы такую книгу подготовить, ну, я сначала Ленина прочитал всего, у меня получилось 73 тетрадки по 96 лицов, конспект. Потом я сделал конспект конспектов, договорился с институтом марксизма и ленинизма, что они опубликуют эту книгу со следующим сектором теории революции, Александром Станиславом Васильевичем. А он был сердечник, а он потом умер, а потом начались известные события. И всё это отложилось ещё на 30 лет. И, наконец-то, она, эта книга вышла. Вот там есть те положения, которые в то советское время, когда вас ещё не было, а я уже был, но уже на нисходящей ветви находился в социализме, их никто нигде не цитировал. Их просто и не видно было, и не слышно. Для меня это было, я читал, для меня всё это было новое и не видно. Например, у Ленина говорится, что тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, тот либо безнадёжный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. А ведь за то, чтобы выбросить диктатуру пролетариата из программы партии, не только докладчик Никита Хрущёв выступал с этим на 22-м связи в 1961 году. К слову сказать, в 1961 году мне было 16 лет. И в голове у меня было естественно, что хрущевизм. А как что у меня могло быть другого, поскольку вот какая была власть, такая была идеология, и вот идеология, она проникала в умы молодёжи. Если она у меня сейчас не хрущит, то только потому, что я самостоятельно проситал. Но никого и не обязывали уже изучать Ленина. Потом, позже, я вот в это же советское время был одно время заведующим кафедрой научного коммунизма, университета мархизма-линизма в Верховом партии. И проверял, как партийную учёбу ведут. Вот человек на красном треугольнике, 20 лет занимается в системе партийной учёбы, я спрашиваю, какую книжку, какую-нибудь статью вы хоть Ленину хоть одну прочитали за 20 лет? Хоть одну. Не одну. Так мудро, здорово было сделано, организованная идеологическая работа, чтобы человек не дошёл ни до одной книжки Ленина. Никогда. 20 лет изучают. Учебники там всякие, которые сейчас все дружно выброшены в макулатуру, и таскают по этим учебникам только те, кто за них деньги получили, потому что там никакого содержания-то нет глубокого. И вот, так мало того, что это Хрущёв сделал такой доклад, это ещё, если вы возьмёте синаграмму 22-го съезда, вот у меня она из дома, синаграмма, там не видно, кто за что выступал, что вы там говорите, единогласно проголосовали за эту программу. И цель заодно производства выгласили оттуда. Цель стояла такая, обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Вот о вас думали, о вас думали, о вас, о вас, о вас. Всех членов общества. А осталось удовлетворение потребностей. В театр ходите и ходите. Пьёте, пейте. Наркотики курите, курите. Водку. Всё более полное удовлетворение потребностей. А что же произошло? Как вот потом мы уже разбирались, что произошло? Вот почему это положение верно, если другой класс не стоит рабочего, но нет формации, то она становится буржуазной. Потому что собственность общественная, у нас была не просто общественная, а в двух формах. Государственная и кооперативно-колхозная. Сама по себе кооперативная собственность никогда общественной не является. Это что такое? Это собственность кооператива, правильно? Нескольких человек. А вот государственная собственность может быть формой общественной, когда рабочий класс у власти. Когда это государство рабочего класса. Почему? Потому что рабочий класс заинтересован в реализации всех интересов и рабочих, и крестьян, и интеллигенции. То есть можно себе представить такую ситуацию, когда рабочий класс живет хорошо, а медики живут плохо. Ну а как тогда он? Кто его будет лечить? А кто лечить будет его детей, его семью? Или рабочий класс живет здорово, хорошо, а работники образования плохо, учителя, преподаватели. Вот кто-нибудь вам расскажет о том времени, в котором я жил, а вы не жили, чтобы в это время, чтобы не хватало денег на образование. Да все что угодно не хватало. Надежды, чтобы на образование не хватало детей. Такого не было. И постепенно платность образования освобождалась по ступеням. Вот когда я уже подходил к восьмому классу, вот как раз прекратили платность школьного образования. Вообще среднее образование стало бесплатным. И среднее образование стало обязательным. А сейчас у нас какое образование обязательное? Не среднее, а основное среднее. Это 9 лет. Да и в ВУЗе у нас теперь какое, в основном высшее. Потому что не специалисты готовят, а бакалавру. Четыре года и до свидания. Хватит уже на себя. Ты так долго сидите, ты сколько можно сидеть, ездите, работайте. А что, недостатки были у специалитета? А где оставили специалитет? Это там, где позарез надо. Там, где ядерные разработки. Там, где нельзя просто так раз и отправить. Просто провалится все. Так, так что получилось? Получилось, что весь этот аппарат, который раньше был аппаратом государства рабочего класса, который принимал непосредственно управленческие решения. И откуда были представители, очень широко и представлены на 22-м съезде, он составил так называемое общенародное государство. Ну, в соответствии с тем, я тут только что вам процитировал, что если не диктатура пролетариата, то, значит, диктатура буржуазии. То есть вот этот аппарат превратился в такой слой людей, которые могут подчинять производству своим интересам. Своим, а не общим. Не всем, а себе. А тем самым получился коллективный капиталист. Вот этот управленческий аппарат, вместе взятые все люди, управленцы, составили эту самую буржуазию. И вот в Белоруссии, где процесс аналогичный прошел, не разрушили этот аппарат, поэтому там государственная собственность осталась, и такой разрухи, как в России, нет. А в России, благодаря Гайдару и Чубайсу, между собой члены этого, так сказать, единого конгломерата, единого капиталиста, поразделили ресурсы и блага, и появился частный капитал, отдельный частный капитал, который у нас в основном и присутствует. А государство, так сказать, ну, на подскоку этого частного капитала. И мы видим падение производства в два раза. Когда падение производства в два раза, ну что вы, о каком развитии медицины и образования можете выговорить. Вот Владимир Владимирович все было започен, как удвоить ВВП. Почему? Потому что удвоить ВВП, это выйти на тот уровень, который был в России до 1990 года. А что касается той тенденции, которая была при социализме, в связи с тем, что цель производства была обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех чинов общества, тенденции к тому, что у нас рождаемость опережала смертность очень сильно, да? Вот так. Вот так рождаемость, а вот так смертность. И прирост населения все время шел. Начиная строго с 1990 года, вниз идет вот так рождаемость, смертность вот так вот. Вверх, получается крест. Вот этот крест послереформенной России. Вот этой постсоветской России. Крест. Крест, который является крестом для тех 15 миллионов человек, которые мы потеряли в результате этой всей так называемой перестройки. Вот так выглядит картина. И я хотел вам проиллюстрировать, что означает вообще понимание категории, использование, применение категории, общественно-экономической формации для того, чтобы это крупные какие-то проблемы, и в том числе исторические, видеть с помощью вот этих научных инструментов. Потому что иначе человек, если ими не владеет, он будет слеп в политической и идеологической области. Спасибо за внимание. До новых встреч. Новая встреча у нас будет теперь на следующей неделе в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова